Мутные глаза и полное бесстрашие. Лиса, зараженная бешенством, может не только напасть на человека, но и прийти к нему в дом. Не лезь, не лезь. Дайте, дайте. Еще на нас кинется. Такое поведение больных животных – прямая угроза. По мнению ветеринаров, спасет шоколад. Так специалисты называют подкормку с вакциной внутри. Название из-за внешнего сходства с шоколадным батончиком. Однако состав не так привлекателен. Там жир, и внутри находится ароматизатор, и внутри находится капсула от бешенства. В этом году вакцинация от бешенства охватит 40 тысяч гектаров от Нинского района. Кроме лис, такая прикормка интересует еще и других животных. Среди всей разбросанной вакцины съедается 70%. Оставшийся в лесу шоколад ветеринарам и охотникам придется собрать. Это не экономия, а безопасность. Человеку такая шоколадка здоровья не прибавит. Всего в отнинском лесу окажется 8 тысяч доз вакцины. Такие меры уже позволили снизить количество бешеных животных с 317 до 2. Это за два года вакцинации. И хотя больных животных меньше, по повадкам их узнать несложно. У них это взрушенное бывает. Это шерсть, глаза, помутнение и слюнники. А такая леса может легко напасть на человека? Легко напасть на человека и на дорогу может выйти. Весенней вакцинацией местные ветеринары не ограничатся. Следующая пройдет уже этой осенью. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Отнинский район. Продолжение следует...